Экспонаты музея СССР в любое время года способны перенести нас в прошлое, но в новогодние праздники это путешествие будет особенно приятным. Новогоднее убранство времен Советского Союза кого-то перенесет в пору молодости, людей помладше в детство, ну а для современных детей станет настоящим открытием. В этом году праздничная выставка включила в себя более 350 новогодних открыток, бесчисленное количество игрушек, а также елки и гирлянды. Но все же главное место здесь занимают фигурки новогодних волшебников. В разных вариациях Дедушек Морозов здесь представлено около семи десятков, и с каждым из них связана своя история. Так, например, этому дедушке 37 лет. Жил он в семье, где было трое детей, до музея дошел без руки. Однако после небольшой реставрации стал одним из самых ценных экспонатов. А это самый великовозрастный волшебник. Сделан он был в 1963 году. Конечно, все эти игрушки разительно отличаются от их современных собратьев. Раньше игрушки делались вручную полностью. Сейчас это конвейер, даже если это стекло. Ватная игрушка – это полностью ручная работа. То есть из обычной ваты можно было и до сих пор, конечно, можно сделать. Я думаю, что они отличаются тем, что они из души какой-то сделаны. Ну, не знаю. Добрые они были. Сегодня, вспоминая традиции прошлого, в одной из мастерских нашего города делают похожие игрушки из ваты. Их, кстати, тоже можно увидеть на выставке в музее СССР. Они очень похожи на советские игрушки и совсем не выбиваются из общей атмосферы путешествия в прошлое. Когда на столах не было так много продуктов, как сегодня, но было душевнее и радостнее. Когда сюда приходят взрослые, они видят тех же Дед Морозов, те советские елочки. Хочется все это осуществить заново. Допустим, для нас было праздником просто мандарины. Украшали елку теми же конфетами, которые дети иногда что успели достать, там где-то снизу разворачивали, съедали, а фантики оставались. Это, конечно же, уходит, потому что, наверное, жизнь меняется в лучшую сторону. То есть конфеты мы кушаем каждый день. Но все равно мне, как взрослому человеку, так же хочется на елку повесить тех же конфет. Погрузиться в атмосферу советского Нового года можно будет и во время новогодних выходных. Наверняка предметы из прошлого вызовут только светлые воспоминания и создадут праздничное настроение. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город».